Хе-хе-хе-хе Что за обновление? Весенняя чистка Она, кстати, не первая, это обновление Как вообще это делается? Вальва на своем форуме, dota2.com, создают отдельный раздел Весенняя чистка А туда обычные люди, всякие там модеры, администрация форума Они скидывают туда все баги, которые находят там со всего интернета Скидывают, скидывают, скидывают Постепенно разработчики эти баги исправляют, исправляют И потом вот выходит такое крупное обновление То есть про все эти баги практически я знал Я и видосы снимал про них и так далее Ну что ж, поехали Нейтральные крипы Теперь при нажатии на Alt вы можете увидеть границы появления нейтральных крипов Что поможет вам при установке вардов То есть это опять облегчили работу саппортом Но это полезно для новичков Если раньше ты изучал, как случайно не сбить спаун крипов То теперь ты уже это будешь все видеть Не знаю, хорошо это или плохо Но для новичков это плюс Хаткейт для управления камерой Теперь настройках вы можете указать хаткейт для переключения камерой по карте Например на 4 у вас может быть нижняя руна для более быстрого и удобного просмотра Но раньше это использовали через конфиг Теперь вот хаткейт для управления камерой Так, упрощенное меню настроек Теперь настройки более сгруппированы, что позволяет вам найти нужную опцию еще быстрее Я смотрел меню, я сегодня был в доте, меня все полностью устраивает Снаряжение также изменили все правильно Меню снаряжения стало еще удобнее в управлении Число базового количества слотов увеличено с 1080 до 10 тысяч А число максимального количества слотов тоже увеличено Снаряжение тоже очень хорошо исправили, то есть там только одни плюсы Хаткейт для каждого героя Теперь настройках вы можете установить для каждого героя свои хаткейт А быть может вы хотите там использовать, ну понятно, кое-что говоря То есть это сделано для того, чтобы вы там поставили хаткейт на одного героя Да, на обычного И на мипа, например, для него другие хаткейт Для инвокера третьи хаткейт и тому подобное Тоже я считаю это плюс Магазин А вкладка магазин в клиенте была обновлена с функцией просмотра Теперь есть поиск сундуков, билетов, а многое другое, что позволяет вам не выходить из игры А, я про магазин говорил То есть снаряжение я не помню, по-моему она не сильно изменилась, да? А магазин сильно, кстати, очень сильно изменился Иконки на мини-карте Теперь, посмотрев на мини-карту, вы можете увидеть, в каком направлении смотрят ваши противники Вот Это тоже заметил в лобе Не знаю, это хорошо или плохо Мне кажется Я бы не стал делать вот это обновление То есть если раньше, насколько я помню, был просто крестик Да, враг, он был крестиком, допустим То теперь мы видим, куда он смотрит То есть теперь, если мы на карте видим врага Мы понимаем, что, например, он идет к нам или он идет не к нам Или он смотрит в другую сторону Мне кажется, из этого будет легче играть А, вышки Теперь при наведении курсора на вышку можно увидеть ее дальность атаки, либо нажав на Alt Раньше использовали дополнительные программы, которые ставили радиус Ну, это программы, которые меняют там текстуры, модельки, бла-бла-бла Да, они сделали радиус у вышек Теперь это сделали встроенную фишку А, функция Mood Теперь при открытии счета вы можете выбрать счет А вы можете выбрать, как именно игнорировать игрока, звук или текст Вот, это тоже интересно, смотрите То есть они изменили теперь Mood на звук и текст А раньше просто, когда ставишь Mood, ты не слышишь голосовой чат и текстовый чат, не видишь от этого человека А, список изменений пользовательский интерфейс В панели настроек добавлена настройка мини-карты Реорганизована панель настроек, это мы все видели Все настройки не связаны со спецификациями компьютера, теперь сохраняется Steam Cloud А, исправлена невозможность запуска поиска игры при просмотре других матчей Я такого не помню А, различные исправления автоматически управляемой камеры при просмотре игр А, добавлена возможность биндить скроу мышкой вверх-вниз, а также нажатие на ролик мышки А, то есть добавили бинд, но теперь мы можем биндить на скроу вверх и вниз Все, я понял Не знаю, зачем В принципе, там добавили такую фишку, что теперь, когда ты Ну, как раньше было, ты используешь скроу вверх-вниз в игре, да У тебя камера там опускается, поднимается Теперь это можно выключить в настройках И, по идее, забиндить теперь на эти клавиши То есть они как бы сделали так Они добавили возможность выключения управления камеры, да, на скроу И добавили возможность биндить на любые другие функции А, теперь при наведении курсора на панель характеристик героя Будет визуально отображаться радиус его атаки Это тоже хорошо встать Это очень интересно для тестирования тоже Исправлено изменение имен Вот, очень важно Исправлено изменение имен предметов героев после кастомных игр Очень много людей жаловались То есть вы поиграли кастомку, например, жизнь на арене, да Там меняется имя героя Потом играете в доту, это имя тоже изменено Очень многие жаловались, там на форуме писали им Теперь при наведении на предмет будет визуально отображаться радиус изменения его активной способности Теперь у всех способностей есть визуальный индикатор радиуса при наведении на них Добавлено возможность сделать панель здоровья вашего героя отличного цвета от союзников и врагов Теперь вы можете выбрать, когда будет срабатывать QuickCast Сразу же после нажатия кнопки или после того, как вы его отпустили При нажатии на предмет в магазине с помощью Ctrl-Shift-LKM Левая кнопка мыши вы сможете добавить его на панель быстрой покупки Интересно Подсказки к предметам показывают время перезарядки и их активной способности Хорошо Исправлено поведение графиков, отображающих разницу в стоимости героев и заработанном опыте во время пауз Не обращаю внимания никогда Но это, наверное, в первую очередь для всяких стримов, турниров и так далее После бинда какой-то кнопки Бинда или бинда Кнопки вам покажут, какую кнопку надо нажать, чтобы разбиндить эту кнопку Нажатие изначально кнопки два раза тоже приведет к этому эффекту Это, наверное, имеется в виду настройка, где вы там меняете клавиши Страница с деталями оммачить теперь корректно обновляется во время ожидания реплея Кстати, я еще хотел сказать Сейчас, кроме этого обновления крупного, очень много выходит маленьких То есть, пока я готовился, все это снимаю, собираю информацию Получается, вышло три маленьких обновления Там по 30, по 40 мегабайт То есть, они сейчас очень активно исправляют баги Также, например, у меня там час назад был баг, что вообще ни один реплей, старый реплей не работал Который был до обновления А новый работал, теперь все реплеи заработали Я к тому, что сейчас все очень активно исправляется Все баги, которые появились Ну, как я и говорил раньше, что такое дота? Дота, она всегда была багами и будет То есть, они выпускают одно обновление, фиксят баги И появляются новые 100 багов А, исправлена невозможность сменить тип камеры при просмотре реплеев во время паузы А, теперь при использовании голосового чата на главной странице Четче отображается, кто в данный момент говорит На главной странице, это где главная страница? Не знаю Исправлены редкие случаи, когда в рейтинговом матче Могло быть взято два героя, да Но это не редкий случай, извините меня Это довольно частый случай, когда просто одновременно жмут Но они исправили Но на самом деле это никак не влияет Улучшен отклик панели просмотра и ее поведение при загрузке превью матча Теперь при муте игрока вы не будете видеть, что он рисует на миникарте Тоже хорошо, да Это плюс Потому что были неадекваты, которых ты мутишь Но они начинают срать на карту Там, заочеркивать и так далее Исправлен красный фон главной страницы на игровой панели Когда у вас low priority Панель просмотра автоматически обновляется для показа новых матчей Добавлена опция для настройки задержки при нажатии на миникарту Добавлена опция для отключения звука А, для отключения зума, я вам говорил Зум камеры Теперь при наведении на панель характеристик крипов Вы сможете увидеть подробную информацию о них Тоже интересно Ага, очень интересно Это опять же Мне нравится, когда в игре очень много информации То есть там атака, скорость, бла-бла-бла И все это все подробно расписывается Чтобы можно было просчитывать и находить лучшие варианты Переработана панель настройки автоатаки Там, кстати, теперь на выбор три вида автоатаки Исправлены случаи, когда всплывающее окно с атрибутами залипало на экране Исправлены различные варианты, при которых вы не могли принять приглашение в группу Добавлена кнопка на главной панели для мута вашего микрофона Главная панель это где? Непонятно А, теперь ММР в профиле обновляется сразу после победы поражений Хорошо, раньше он по идее тоже обновлялся сразу Но бывала такая тема, что он обновлялся там по времени Но у меня обычно всегда сразу обновлялся Я никогда не замечал зависание ММР Исправлено залипание текста предупреждения о дисконнекте в правом верхнем углу Тоже идиотская проблема, особенно когда у меня ростелеком Кусок дерьма Исправлено, это, исправление различных ошибок с Linux Исправлены некоторые баги с корейским ИМЕ Как я понимаю, это язык имеется ввиду Возрешено проигрывание музыки при получении новых предметов Хорошо А теперь после распаковки предметов оружейные Они не будут добавляться в список недавно полученных При разрушении статуи и бараков в чате будет показывано имя игрока Который уничтожил их Тоже интересно Если раньше писало, что там казарма разрушена Теперь будут писать, что это разрушено Ну, почему бы и нет Исправлен редкий баг Когда иконки предметов могли прилипнуть к курсору Это нереально редкий баг То есть у меня за всю историю никогда такого не было Сколько играю во вторую доте Я уже шестой год по идее в второй доте Никакой такой проблемы не было Но у других она была, я знаю И на турнирах тоже я видел Исправлен баг с текстом героев демо-мод При появлении диалоги о принятии матча С тестом героя, а не текстом Список модов в лобби обновлен для более четкого отображения Какой ау-пик ранговый, а какой нет Исправлены различные баги при нажатии на ник пользователя в чате То есть если мы нажимаем на ник пользователя в чате Ну я не знаю, какие там раньше баги были, я не видел Исправлена неработающая кнопка Прекратить быть тренером А теперь тренеры отображаются в списке друзей Чит команды WTF Теперь еще перезаряжаю все активные способности Ну, это будет полезно для меня Чит команда Спаун нейтрал Игнорирую спаун боксы И спаун нейтрал Даже если пуст Да ладно Игнорируют Ну допустим, ладно Ну вот, например, это полезно Теперь item больше не требует полного имени предмета А совпадение То же самое с героями Если ты пишешь great hero Ты можешь написать там сокращенно Например, некор Не некрофос, а некор Он создает некра А здесь приходилось писать полное название предмета Но это опять же для меня полезно Вам это не надо Чит команда LevelMax Вот, кстати, это тоже интересная команда Спасибо, что добавили То есть теперь Раньше мы поднимали уровень через LevelUp Или LevelBots Теперь мы LevelMax вводим Но это только для своего героя Да Все равно полезно Исправлен случай, когда при изменении видеонастроек На некоторое время появлялся черный экран А исправлена иконка дебафа Отображающая неверные значения Изменена настройка Ctrl-Grop-Tab И так далее Для облегчения использования скролла мышки вверх-вниз Ну, добавили скролл Исправлена проблема С некорректным отображением сетки турнира При первой загрузке турнира Я такого не знаю Исправлена клавиша связанная с Patrol Не работающая с набором биндов для игроков Лол Исправлены иконки игроков при загрузке кастомных игр С числом игроков больше 12 Ну, это какие-то редко игра Исправлены некоторые случаи, когда при быстром воровстве Вот, вот, вот Это, ну, это немножко другой баг Исправлены некоторые случаи, когда при быстром воровстве Рубика у меня нескольких скиллов Бинды его скиллов перепутывались Это не тот баг, который я снимал, нет Это баг, который был в первую очередь с инвокером То есть, когда Рубик воровал способности у инвокера У Рубика в итоге, ну, неправильно стояли кейворды Кнопки, короче, неправильно стояли Тоже многие ныли на форуме, писали Исправлена невозможность копирования текста при выделении его справа налево Добавлен АОЕ курсор нацеливания Скорректирован АОЕ индикатор для радиуса визуальной аккуратности Ну, понятно То есть, индикатор радиуса для большей визуальной аккуратности Это имеется в виду те скиллы, которые неправильно отображались У которых АОЕ круг визуально неправильно отображался А при этом скиллы работали дальше Ну, то же самое, что у Ultimate SF, я снимал видео и так далее Исправлено отсутствие поиска для талисманов Сочетания Alt+, могут быть заданы кастомными игроками Для этого используется команда Alt+, в файле Интересно Куда-нибудь еще Добавлена новая опция Мгновенное фиксирование камеры В настройках при ее включении камеру можно перемещать сразу же, а не после LKM Исправлена команда TimeDemquade Не знаю, что это такое Исправлен поиск лобби, который зависит от регистра букв Да ладно, раньше была зависимость от регистра букв Лол, но я довольно часто делаю лобби, кто не сидит на моих стримах, чтоб были на каждом стриме Я играю соло, играю со зрителями И там зрители ищут мое лобби То есть, получается, раньше была зависимость от регистра Ладно Ссылка на стрим будет в описании Исправлен в случае, когда имя билета неправильно маркировалось Исправлены кнопки для открытия компедиума Иногда не отображающие при просмотре билета в профиле Исправлен билет T3, прикрепленный к верхнему левому углу Поле в статуе для ввода текста теперь имеет ограниченное количество введенных символов Ограничения Ну, почему бы и нет Фух, очень большое обновление Геймплей Исправлены вылеты из-за фрагментации памяти, если клиент был открыт в течение долгого времени Ну, как обычно То есть, говорят, что исправлены вылеты Там увеличена оптимизированность, бла-бла-бла А толку ноль Ну, я надеюсь, что это кому-то поможет Исправлен баг с накладыванием станов Когда вы могли завершить телепортацию Но при этом быть застаненным уже в точке, куда вы телепортировались Исправлена автоатака после спл-ов Теперь не срабатывает, например, после использования вардов Тоже правильно, это хорошо Исправлена ситуация, когда при заходе в область, где погиб курьер Да, да, это вообще такая идиотская ошибка была Отображалась анимация его смерти, если вы их сначально не видели Это такой бред Ну, это тоже очень древний баг То есть, когда убили курьера, вы не увидели этого А потом вы камеру туда ставите И он опять умирает, умирает, умирает Ну, это бред, короче Исправлены боты, которые застревали при попытке поставить вард Около некоторых возвышенностей Ну, я с ботами не играю, я не знаю Исправлено невероятно... Ой, господи, я уже... Еще раз Исправлено неверное срабатывание различных эффектов, когда цель входит и выходит из тумана войны Да, тоже такая проблема старая Ассисты теперь засчитываются, когда вы наложили дебаф на погибшего героя Это хорошо Ассисты теперь засчитываются, когда вы наложили баф на союзника, убившего вражеского героя Да ладно То есть теперь у вас, по идее, должно быть гораздо больше ассистов То есть даже баф То же самое, например, Магнус накладывает свой второй скилл, да, на любого героя И тот герой убивает, по идее, Магнусу ассист дает Прикольно А аппарат, ты прикинь То есть аппарат кидает свой скилл, который увеличивает урон, да, на область И любой герой, который убивает, аппарату ассист дается Ну ладно А... где мы остановились? Исправлена некорректная полоска здоровья у древних крипов, на которой лайфстиллер использовал свой ультимейт Это, наверное, имеется в виду, когда она была другим цветом, да, то есть он играет за врагов, а цвет полоски здоровья, как у союзника А... исправлена задержка при обновлении визуальной позиции луча А... исправлена длительность дебафа асвел на героях, получивших иммунитет к магии Исправлен дебаф, который... Это, который, алхимика, который продолжал действовать, когда герой пытался атаковать уже другую цель Так, подождите А, все, понял, понял Так, исправлена ситуация, когда модель Люкана менялась на безголовую, ну да-да, при смерти, если герой погиб во время действия, это понятно Это тоже баян Это портрет, в первую очередь, по-моему Добавлена новая опция для включения автоатаки у призванных юнитов по умолчанию Типа некра Теперь можно отдавать приказ об атаке вышек, находящихся в тумане войны Не будет отображаться ошибкой, что они неуязвимы Кстати, это тоже правильно, я считаю это правильно Изменение скорости атаки во время удара теперь соответствующим образом меняет анимацию атаки Исправлен баг, когда юниты могли временами после телепортации возвращаться назад к точке, откуда они телепортировались Такое тоже, по-моему, было, да Исправлены различные баги с одновременным появлением окон о приглашении в группу и найденным матчем Одновременном? Одновременном? А, исправлены различные эксплоиты с предсказанием, вот, да Это, в первую очередь, относится к читу Я знаю, что есть такой чит, который по анимации останавливал атаку героя, если у него нету крита То есть он позволял атаковать только если выпадает крит Они это исправили, молодцы Квикасты теперь работают у нейтральных крипов и у негероических существ Спирит Бир теперь может использовать манго, это медведь наш Может использовать манго, боттл и танго Ну, в принципе, пофиг вообще Почему бы и нет? При включенной автоатаке после спл-офф вы не будете атаковать после дэная Ну-ка, еще раз, при включенной автоатаке после спл-офф вы не будете автоатаковать после дэная Хорошо Исправлена отмена телепортации при их апгрейде до второго уровня А я только, кстати, не знал, что если мы покупаем и травела, да Телепортируемся и покупаем еще, ну, еще раз, да, типа отменяется телепортация Не встречал такого А, надеты таунты теперь будут автоматически использоваться в игре в некоторых ситуациях Таунты, по идее, это на смешке Хм, интересно, посмотрим То есть теперь, по идее, на смешке в некоторых ситуациях будут автоматически кастоваться Исправлен размер модели Господи, когда? Это уже 6 лет, наверное, исправляет эту ошибку Исправлен размер модели Рошан после использования в нем Хекс То есть, например, если это играет Леон и Раста, там кидают Хекс Рошан был большой По-моему, это уже 6 лет такая ошибка, нет? Они решили сейчас только исправить Ну, почему бы и нет Исправлены Легис бинды на союзных дисконнект... Брррр Я уже устал, короче А мы только половину прочитали Исправлены Легис бинды на союзных дисконнектнутых героев Исправлена возможность телепортироваться несколькими героями к вышке Без увеличения времени телепортации Исправлен баг с бэкдором и крипами Чен Бэкдор Вообще, по-моему, это считается как бэкдур, а не бэкдором Паучки могут быть распределены в две разные группы для контроля Прикольно Само нового рвока, визаж, люкан могут быть индивидуально привязаны к каким-то кнопкам Хм... А, добавлены реплики для некоторых героев при взятии аркан рун Со временем будут добавлены реплики и для остальных Ну, типа новая руна, новые реплики А, добавлена модель для пустого ботла, когда тот находится на земле Исправлены различные спейлы, основанные на эффекте сна В плане установки очередностей действий персонажа после окончания сна То есть, например, это как нага То есть, нага ультанула, вы жмете скиллы И они будут срабатывать уже после сна А, исправлены различные системные проблемы с аурами, не обновляющими их источник Я снимал данное видео, это был, по-моему, на Т2 вопросник, где я снимал про радианс, что источник не обновляется Исправлены неработающие из танго квикаст Исправлены power trace при разборке которых получали Ну, получались неоригинальные предметы, из которых они были собраны А, это имеется в виду, если вы собирали power trace через, например, перчатку, да, через тапок И робу, у вас собрался тапок Вы переключили его на силу Разобрали, и там нету робы Вот это имеется в виду То есть, неоригинальные составляющие А, исправлен вард, пугны, не сбивающий блиндаггер при нанесении урона То есть, теперь, получается, если вард вносит урон, он сбивает блиндаггер Исправлены курьеры, теряющие порядок действий, если на них использовалось очищение Альт ЛКМ на предмет, имеющий уровень некрономика на догон, теперь показывает его уровень Ну, это так, полезная вещь Исправлен курьер, летящий ближе к фонтану, чем требуется для взаимодействия с источником игрока Отмена телепортации у Фуриона теперь прерывает звук способности А, здоровье Рошан обновляется сразу же по таймеру, а не при следующем спауне А, то есть, теперь Рошан будет сильнее не при следующем спауне, а уже по таймеру То есть, по идее, Рошан будет, ну, его будет и сложнее убивать Посмотрим Исправлен экранный индикатор получения урона, срабатывающий при событиях, которым не сопутствует получение урона Например, приключение Power Trace А, то есть, когда вы приключаете Power Trace, у вас уменьшается здоровье При этом раньше индикатор отображал, как будто вы получаете урон от врага Такое было, да Исправлено отслеживание луча во время Икарус Исправлены паучки, разрушающие рядом стоящие деревья при смерти Это или паучки, или паутины Это, по-моему, паучки Spiderlings Я не помню, что такое, честно Исправлено визуальное несоответствие с внешним видом нашего шара после того, как цель была задета Не знаю, я не понимаю, о чем здесь говорится Исправлено взаимодействие инфест А, я тоже снимал данный баг, когда делает висп релокейт, да И Гуля залазит в крипов и так далее Или когда он остается висеть в воздухе, его невозможно убить, пока он не вылезет Выключение помощи действует на Эрч Спирита, теперь и на Оракула Не знаю, сделали бы уже нормальное выключение помощи для всех абсолютно героев Чтобы вообще никто не мог трогать своих союзников Исправлено визуальное составляющее нашего шара Некорректно следующее за невидимыми героями Исправлена защита от Бэкдура Не отключающая от неуязвимых Да, да Тоже снимал видео, это где Омника накладывает Рэпио на крипа И Бэкдур не отключался То есть крипы подходят к вышке, при этом Бэкдур работает Он не отключился, потому что у крипов есть неуязвимость к магии А, исправленный Спирит, не носящий урона по Спиритбир Они что, не носили урона? Я не помню такого Фамильяры теперь автоматически выделяются при вызове исключенной опции То есть новая опция Теперь на фамильяров корректно действуют станы Корни оглушают, отключают возможность передвигаться Исправлена длительность эффекта Grimson Guard В течение которого повторное наложение бафа от Grimson Guard Не будет иметь никакого воздействия Исправлен баг, когда деревья, на которых висит наш ультимейт Мешали другим деревьям вырастать заново Исправлен майям Что такое майям? Не знаю, что это такое, не могу понять Не работающий на Спиритбир Моим, моим, лол Исправлен, ну это ультимейт А, почему-то такой баг был, да? То есть когда, нет, это не ультимейт, это разгон Когда Бара разгоняется, делает разгон Его убивают через ультимейт аппарата Бара умирает, но при этом анимация дальше бежит И врезается во врага Я слышал про такой баг Я тестировал, но у меня он не работал Возможно, этот баг исправили гораздо раньше, чем сейчас пишут Исправлено взаимодействие поджигалки от мультикаста с линкен сферой Исправлен ликан Получающий бонус скорости передвижения после возрождения Если он убит Да, я тоже снимал данный баг Когда ликантроп берет аегу Начинает ультовать, его убивает Он после аеги возрождается, да? Но у него остается увеличенная скорость Исправлена посибка бруды Не действующая на иллюзии Исправлена иногда некорректная визуально ауе айсбласт Интересно, они не будут исправлять здесь баг, а айсбласт и рефрешер Я тоже снимал, где можно было задеть три точки Исправлена неправильная длительность бафа тизер при использовании релокейшн Исправлено повторное использование экзорцизм, при котором духи от первого использования Да-да, тоже был баг Я не стал его снимать То есть, вы ультанули Ваши духи полетали Они должны были к вам вернуться, да? В профетку И отхилить ее Но если вы используете рефрешер И опять ультуете, то духи исчезают И новые появляются То есть, вас не хилят Исправлен дебаф от Оркит Оркит, извиняюсь Который некорректно считал нанесенный урон Если другой дебаф от Оркит был наложен на юнита Исправлено взаимодействие Я надеюсь, вам не слышно, что там за окном шумит Исправлено взаимодействие Spirit Siphon А Sotus Orb Исправлен Brick Отключающий Infernal Boid Brick Исправлен Mana Drain С линзой Я не знаю, что с ним было не так Вам все было хорошо Добавлена поддержка 3D Skybox Исправлена макропира С линзой тоже У Джекиры Исправлена некорректная работа нескольких форстафов Использованных на одного юнита Тоже не знаю, о чем здесь говорится По-моему, это всегда было нормально То есть, кидаешь раз, кидаешь два Исправлена возможность продавать предметы После смерти около Secret Shop Исправлен некорректный полет Рубика Да, такое было А, исправлен Ну, исправлена поджигалка Огра Не срабатывающая на юнитов окружающих цель Если цель стала иммунной к магии Теперь Рубик использует анимацию полета На посохе при использовании Arctic Burn В смысле, насмешка имеется ввиду? Или просто анимацию добавили? Ну, у него есть насмешка, где он на Как там называется? Где он на швабре, короче На метле, где он на метле летает Возможно, оттуда просто взяли анимацию одну И засунули вот эту фигню Исправлен случай, когда при обновлении бафа Другим юнитом баф мог перестать работать Когда его изначальный источник переставал существовать Исправлен случай, когда игрок не получал нового героя в RDM Если дисконнектнулся во время респауна Ну, я не играю в этот режим Исправлен баф от Moon Shard Не передающийся новому герою после смерти Ну, это, короче, RDM Понятно все Исправлена возможность у врагов получить баф от Абаддона С помощью Denial Исправлены некоторые способности Которые могли игнорировать Щиток Абаддона Если тот был использован во время их действий Например, Airspace и Empower Исправлен опять щиток Абаддона Который мог блокировать больше урона При получении негативного урона Ну, и про негативный урон я уже снимал видосы Исправлен Титан, дающий обзор центра карты Что, простите? Airsplitter По идее, это его ультимент, как я помню, да? Дающий обзор центра карты Но это я впервые об этом слышу Исправлено взаимодействие Airsplitter С линзой А что там исправлено? Я знаю, что линза, по идее Немножко увеличила дальность Исправлена поджигалка От мультикаста Оскакивающая на юнитов в тумане войны А, такое тоже было Это вообще жесткая тема То есть ты кидаешь на одного Срабатывает мультикаст И Твоя поджигалка летит куда-нибудь там В туман войны В леса А там, оказывается, на тебя кто-то бежал гангать У меня такое, кстати, было один раз А ты не знал об этом Исправлено взаимодействие с Pale Steel Это у нас Steel Рубика Со способностями Бросок Станового Химика и так далее Исправлен телепорт от свитка телепортации Прерывающийся в случае, когда указанная вышка была разрушена Исправлен глиф, прерывающий шип Насколько я помню, еще у кого-то прерывался По-моему, еще была проблема с глифом у Рики Я не знаю, ты исправили То есть, когда Рики ультанул Ты нажимаешь глиф, у него ульта прерывалась Это уже надо фиксировать Исправлены ситуации, когда способности Отраженные Lotus Orm действовали на иммунных к магии Юнитов А, исправлен Black Hole Улучшающий с Аганимом Наносившийся меньше урона, чем должен Я даже что-то не знал про это Что там был какой-то баг Исправлено время восстановления Линкен-сферы при использовании нас союзников Было выше, чем время восстановления при пассивном срабатывании Урон Офф Хэдшота теперь не проходит сквозь иммунитет к магии Так я не знаю, а почему сделали бы, не знаю Это не магическим уроном Вообще бы я сделал физическим На самом деле, ну, по-моему, да Это же не магия Что такое магия То есть, у него это есть оружие Летит у него снаряд, да Сделайте физическим уроном вообще Ну ладно Исправлено неработающая Альтернативная анимация смерти У Клакверка То есть, теперь, когда мы используем Наш второй скилл, по-моему, который создает Энтов Теперь будут выдавать ошибку Что в области применения нет деревья Исправленный думлинк Который не считали за юнитов Под вашим контролем при расчете убийств Исправлен баг Когда клоны мипа умирали под действием Ой, господи Это надо все исправлять Это когда, короче, когда Варвок убивал Мипа, там засчитывался даблкил Ну, господи Это миллион вариантов То же самое со Скорпионом Я видос пилил Где Скорпион ультует Там убивают по 2-3 мипа подряд Засчитывается Исправлен Астрал у Титана Не возвращавшийся управление герой После исчезновения Теперь Бур реагирует на героев Иммунных к магии Исправлен визуальный эффект От Атравл Ну, бутс оф травл Который можно было снять С помощью Пурдж Лол А, подспособность Вот, сетка бруды Больше не дает зарядов К Мэджик Стик А почему? Почему не дает? Исправлена змейка У Медуза Завершающие прыжки При попадании По невидимому юниту Исправлен взаимодействие У Бриста Ушна от Аганима Сотус Орб Это наша плевалка Исправленные Транквилы Ботинки Отключавшиеся Если атака попала По уже мертвому юниту Тоже не обращал внимания Транквилы По мертвому юниту Исправлено срабатывание Пси Блэйд Если атака попала По уже мертвому юниту Исправлена способность Подспособность Айблэст Заряжающий Мэджик стик Айбласт Айбласт Заряжающий Мэджик стик А это имеется ввиду Когда он первый раз Выстрел Сделал То есть когда он Первый раз Использовал ультимейт То Мэджик стик Будет заряжаться Но когда он Второй раз Использует И делает подтверждение То уже не будет Получать заряд Мэджик стик А Омни слэш Игнорирует Дэмэджи блок То есть это Дэмэджи блок От предметов Ну и у Тайда Тоже есть Дэмэджи блок Блад ласт Можно использовать На неуязвимых Союзников И вышки Исправлены редкие случаи Когда У броды Не вылазили Паучки При убийстве юнитов Исправлены Различные мелкие Неточности С правилами Нацеливания У модификаторов Атаки И проверками При кассе Запуске снарядов И попадании Снаряда Ну я не замечал Этого честно говоря А Shadow Dance Теперь дает Бонус От пассивки От пассивки Под действием Наших меток Еще раз подождите Shadow Dance Теперь дает Бонус От пассивки Под действием А раньше не давал бонус Не замечал Наша регенерация У Хускара Теперь дает Базовый бонус К регенерации Негероическим Юнитом А Это типа Если мы кидали На обычных Крипов А Теперь Стампида Дает бонус К неувязимости Юнитам Барабаны С нулем Зарядов Нельзя кастовать Раньше Когда у тебя Ноль зарядов Ты нажимаешь На барабан Он типа Кастуется Но это ерунда Нельзя использовать Санрей Во время Икарус Дайв Если Фамильяр Если фамильяр Один Умер Во время Каста Своей формы Способность Не возымеет Никакого Эффекта Осталось Еще Немножко Опять Разгон У Спирит Брейкера Больше не Прерывается От переключения Типов Вардов Исправлен Лайфбрик У Хускара Иногда Убивающий Хускар Исправлены Некоторые Вылеты Связаны С Лотус Орб Такое Раньше Было По-моему Это тоже Давно Уже Исправили Опять Разгон Спирит Брейкера Теперь Разрушает Деревья В точке Прибытия Исправлено Поведение Сторм Хаммер Если цель Была скрыта Во время Попадания Например Астралом От Д С С С А fu Исправлены Баги С Обновления Бафа Стетик Черн Исправлено некорректное отображение привязки Dream Coil, если герой подвергся эффекту Purge. Исправлены повторные использования Barrier, не сбрасывающие количество урона, который он может поглотить. У Рики Trick of the Trade теперь игнорируют юниту под эффектом Niche Mare. Исправлено некорректное поведение нескольких Torrent. Не знаю, о чем это. Исправлен баф у Турист, который можно было временами убрать с помощью Purge. Юниты под действием Echo Storm, а теперь будут разбужены при получении урона у древних крипов. А почему? Почему у древних крипов? То есть, по идее, если мы раньше, да, Echo Storm, то есть это стан, если мы раньше сделали стан и древний крип бил, то юниты не будились. Теперь они будут будиться. Герои. Shadow Wave больше не читает Дазла при подсчете цели. А, даже так. Исправлены Эйдолоны, которые при разделении после того, как были подчинены вражеской команде, все равно создавали одного Эйдолона. Да, это я снимал видео. Это видео было про Эйнчандрес, где она ворует одного Эйдолона. Эйдолон стреляет, создается новый Эйдолон, но он принадлежит Энигме. Исправлено Неправильное Работающий. То есть, это получается скилл нашей Эйнчандрес, который замедленнее идет. И выше про него писали еще. Раньше был баг. Ну-ка, подождите, сейчас прочитаю. Исправлено Неправильное Работающий. Если враг перед тем, как атаковать Эйнчандрес, атаковал ее иллюзию. Но я не знал такого бага. Честно, я не видел никогда такой проблемы. Файер Реминант больше не заряжает Мэджик Стик. Исправлен случай, когда Бристалбэк мог получить вечные стаки в Эйрпейдж. Это, наверное, имеется в виду, где пугна была. Исправлено взаимодействие зомби от Томбстона с иллюзиями. Исправлен редкий случай, когда Эмпоуэр Хеста могла перестать работать. Исправлен у Бруды Паучков, иногда не зачитывающий убийство героев, как ваше. А, подождите. Не зачитывающий убийство. Ну, возможно, я тоже такое видео снимал, да, про Виверну, где ее убило. И как будто там был Дэнай. А по идее, убийство вы должны были отдать Бруде. Хотя нет, это бред. Звук Пуфа прерывается при прерывании самого Пуфа. Исправлен визуальный баг при отражении Шакл с помощью Лотус Орб. Исправлены визуальные проблемы в Тумане Войны. Это у Тинкера. Исправлено срабатывание у Фантом Лансера, пока герой мертв. Наверное, имеется ввиду второй скилл. Исправлен счетчик убийств у Течиса. Или Текис, как хотите. Исправлен текст, появляющий при наведении курсора на иконку Poison Sting. Это, по-моему, уже писали. Зачем вы мне опять пишете? Как же еще много-то, господи. Саннеры больше нельзя отменить с помощью Пурш. Брик теперь отключает мультикаст. Под эффектом Брик невозможно получать души от Некром Мастери. Под способность Трап больше не заряжает Мэджик Стрик. Мэджик Стик. Не знаю, зачем мы это все сделали. Ну, заряжал раньше. Пускай заряжать. Какая вообще разница? Духи Экзорцизм теперь могут атаковать цели иммунной к магии. Ну, это логично, потому что там идет физ. урон. Дезолятор накладывает эффект не во время старта атаки, а во время удара. Но перед тем, как считается урон. Хорошо. Автокаст у скилла Огры, который там увеличил скорость атаки и так далее. Теперь работает, когда Огры находятся под эффектом Пурш. Уол. Баф Бур нельзя снять с помощью Пурш. Брик теперь отключает... Ну, Брик, кто не знает, это от Сибир Эйдж, который отключает способности. Исправлен в случае, когда игра в АРД Мэггла закончится, если все живые герои погибли, а другие игроки все еще респаунились. Эзербласт нельзя кастовать на союзников иммунных к магии. Все равно эффекта никакого не было. Астрал дает герою Астрал Спирит. Дает герою бонусы за древних крипов. Ну, в принципе, это хорошо для Титана. Подспособность, да, это ультимейт Наги больше не заряжает Мэджик Стик. Наверное, имеется в виду подспособность А5. Это не сам ультимейт, это отключение ультимейта. То есть, сам ультимейт он дает заряд, а отключение ультимейта не дает. Исправлен очень маленький промежуток времени, когда вышки могли быть уязвимы каждые 3 секунды. Ну, я такого не знаю. По-моему, такое раньше было, по-моему, тоже очень давно исправили. А, Natural Order теперь обновляет количество снижаемой брони, если атрибуты врага меняются под его воздействием. Это пассивка у Титана. Исправлен иммунитет к магии некоторых юнитов, которые можно было снять с помощью Пурш. Курьеры. Ну, я тоже снимал видос. Это был видос про Шадов Демон и Курьера. По-моему, тоже был вопросник. Исправлен Рубик, который сохранял эффект Фоэш Голем после смерти. Ну, я такого не знал. Баф от ультимейта Спектра у Иллюзий. А, не ультимейта, это Хаун, да. У Иллюзий, создаваемый Хаун, больше нельзя снять. Так, подождите. Здесь, наверное, имеется в виду, это когда Омник кидал Рэппил, да, или Инвокер кидал Торнадо. Раньше Спектра не могла телепортироваться. Возможно, именно это имелось в виду. Ну, не точно. Я просто не все скиллы именно помню по названию. Я помню, как они располагаются, но по названию не все, к сожалению. Исправлены небольшие соответствия при выборе цели телепорта у Boost of Travel. Инфернал Блэд больше нельзя использовать на Юнитов и Мунак Камаги. Все равно эффекта никакого не было. Ну, это ладно. Думал, уже раньше понерфили, все. Не трогайте его. Исправлены визуальные баги и Туманом Войны. Chilling Touch. Я не помню, что это такое. Какие там были баги у него. А больше нельзя поставить вард внутрь здания. Раньше тоже такой был баг, да, я помню. Исправлены различные глюки с копированием и вставкой в чатах. Ну, возможно, такая ошибка была. Исправлена сворованная поджигалка, не получавшая бонус от текущего уровня мультикаста. Исправлено взаимодействие Octane Core с Tranquill Boots. О, это интересно. То есть, по идее, теперь Octane Core уменьшает время перезарядки у Tranquill. Исправлен баг, когда подсказка к Аганиму не показывала бонусы, которые он дает, если у вас его еще нет. Ice Armor у нейтрального Огра теперь заряжает Magic Stick. Дебаф от Линки Разора, ну, в смысле, перекачка, дающий обзор вражеского героя, больше нельзя снять с помощью Пурджера. Исправлено поведение Octane Core с Iron Shield. Ну, я не собирал на него. Исправлена рептура, наносящая постоянно ноль урона. Под способность Unstable больше не заряжает Magic Stick. Вот, я про нее тогда говорил, я перепутал способностью Enchi. Ну, я уже говорил, то же самое. Когда мы только начинаем использовать, он заряжает Magic Stick. Когда мы начинаем крутить банку. А уже когда ее кидаем, он не заряжает Magic Stick. То есть, один раз заряд идет. Исправлено взаимодействие Лайфстилера с отрицательным уроном. Исправлена Аура у Драконов, которую можно было снять с помощью Пурдж. Исправлено взаимодействие с клонами Мипа. Это наша, которая заряжает, это зараза у Сэн Кинга. Исправлено иммунитет к магии от Life Brick, который длился недостаточно долго. Брик теперь полностью отключает Clock and Dagger. Clock and Dagger, в смысле, имеется ввиду Клоку и Даггера, или что? Исправленный эффект от Травелов, который считался дебафом, и поэтому его можно было снять с помощью Пурдж. Это, по-моему, имеется ввиду, когда ты телепортировался на кого-то. Да, да, такая тема была, я помню, баг такой был. Исправленный эффект от Borrowed Tame, улучшающийся от Аганима, который длился дольше требованно. Ну что ж, осталось совсем немножко, уже горло у меня не работает. Огромное обновление, очень тяжело читать, нереально тяжело читать. Ну, что не сделаешь, только ради вас. Последний вздох. Экономика. В мастерскую добавлен Tinker, добавлен Bane и NS. Исправлено размещение частиц у Void Hammer. Исправлено отображение многих автографов. Ну, мне никогда не нравились автографы, у меня вообще все равно на них. Исправлено отображение текстур некоторых предметов для Legion Commander. Исправлены разъединенные частицы пламени у Staffa, Рубика, посоха его. Исправлены разъединенные частицы для големов у Furiona. Исправлен баг, когда некоторые системные частицы, которые должны были срабатывать при смерти Курьера, ну, не работали они. Исправлены пропорции большого НТА, да, когда мы убивали героя, для предметов. Исправлены разъединенные частицы глаз для предметов у коня. Исправлено зацикливание анимации. Ну, это, не знаю, это интересно, вам не интересно. Исправлено поддержка прозрачности предметов для всех героев. Исправлены частицы монеток у Курьера с International 2. Исправлено возможность разблокировки стилей. Исправлено ткань у Арканы. Ну, Аркан Оценки, это, конечно, одна из лучших Арканов, я считаю. Исправлены портреты у Ликантропа, у Энесса и так далее. Исправлено ориентация. Господи, у Луны исправили ориентацию, теперь она с нормальной ориентацией, это хорошо. Исправлены свои анимации у кастомных атак. Исправлено наклейка на стандартном рукаве у Дазла. Я не помню, что называется наклейка, Вол. Исправлено анимации поворота, анимации поворота, при использовании анимации поворота, хоста, анимации и хитбокс у многих курьеров. Исправлено цель у Блэд Шерсер, которая слишком сильно растягивала при срабатывании. Что, прочитал, я не понял, ну ладно. Исправлено ткань у Поводи стандартных и кастомных предметов для Абаддона. Исправлено анимации при ранении у Андруида. Исправлено отсутствующие у лоскутки, у юбки. Ну да господи, кому это усралось, эта юбка в профетке, а? И так далее. Ладно, все, осталось две строки последние. Обновлен бренд Team Empire под новым лого и добавлен к их сету. Тоже пофиг на Team Empire, абсолютно всем. Обновлены и подправлены хитбоксы у разных вортов. Все, я просто уже горло посадил в говно. Огромное обновление, очень много изменений. В любом случае, я считаю, что обновление довольно хорошее. Опять же, исправлено много багов, добавили много плюшек. Само собой, будут и новые баги, это понятно. Спасибо большое всем, кто смотрел. Не забывайте, что на канале проходит розыгрыш Арканы. Участвуйте. В комментариях пишите, понравилось ли вам это обновление и что именно понравилось. Что из этого всего вам больше всего понравилось. Спасибо всем, кто смотрел еще раз.